Добрый день, дорогие друзья! Вы на канале «Литературные ступени». Его жизнь была настолько многогранной, а выдающиеся достижения в разных сферах невероятны, что существует версия, будто бы Амара Хаяма никогда не существовала. Есть и второе предположение, что под этим именем скрывается несколько людей – математиков, ученых, философов и поэтов. Конечно, исторически точно отследить деятельность человека, жившего почти тысячу лет назад, непросто. Однако существуют доказательства, что Амар Хаям – не миф, а реально существовавший человек с выдающимися способностями. Амар Хаям – легендарный ученый и философ, историк, математик, астроном, литератор и даже кулинар – стал знаковой фигурой в истории Ирана и всего Востока. Родился Амар Хаям в 1048 году в Иране. Семья у Амара была полная и крепкая. Отец и дед мальчика происходили из древнего рода ремесленников, поэтому в семье были деньги и даже достаток. С раннего детства мальчик демонстрировал уникальные аналитические способности и специфические таланты, а также черты характера, такие как усидчивость, любознательность, ум и рассудительность. Он очень рано научился читать, к восьми годам полностью прочитал и изучил священную книгу мусульман Коран. Амар получил хорошее для того времени образование, стал мастером слова и успешно развил свои ораторские способности. Хаям прекрасно разбирался в мусульманском законодательстве, знал философию. Он с молодых лет стал знаменитым в Иране знатоком Корана, поэтому к нему обращались за помощью в трактовке некоторых особо затруднительных положений и строк. В юности Амар Хаям теряет отца и мать, самостоятельно отправляется на дальнейшее обучение математике и философским наукам, продав дом и мастерскую родителей. Он призывается ко двору правителя, получает работу во дворце и долгие годы проводит исследования и развивается творчески под присмотром главного человека в Исфахане. Амара Хаяма не зря называют уникальным ученым. Его перу принадлежит ряд научных работ на совершенно разные темы. Он проводил астрономические исследования, в результате которых им был составлен самый точный в мире календарь. Он разработал связанную с полученными данными по астрономии систему астрологии, которую использовал для создания рекомендаций по питанию для представителей разных знаков зодиака и даже написал книгу удивительно вкусных и полезных рецептов. Хаяма очень интересовала математика. Его интерес вылился в анализ теории Эвклида, а также создание авторской системы вычислений для квадратных и кубических уравнений. Он успешно доказывал теоремы, вел расчеты, создавал классификацию уравнений. Его научные труды по алгебре и геометрии до сих пор высоко ценятся в научном профессиональном обществе, а разработанный календарь является действующим на территории Ирана. Потомки нашли несколько книг и литературных сборников, написанных Хаямом. До сих пор доподлинно неизвестно, сколько стихов и сборников, составленных Амаром, на самом деле принадлежат ему. Дело в том, что долгие века после смерти Хаяма многие четверостишие с крамольными мыслями приписывались именно этому поэту во избежание наказаний для настоящих авторов. Так народное творчество становилось творчеством великого поэта. Авторство Хаяма именно поэтому часто ставится под сомнение, но доказано, что он точно самостоятельно написал более трехсот произведений в стихотворной форме. В настоящее время имя Хаяма связано в первую очередь с четверостишиями, наполненными глубоким смыслом, которые называют Рубаи. Удивительно, но Рубаи не потеряли актуальность сотни лет спустя после их создания. Точный и легкий язык, злободневность тем и общий посыл о том, что нужно ценить жизнь, любить каждое ее мгновение, жить по своим правилам и не разменивать дни на призрачные заблуждения. Все это приходится по душе жителям и 21 века. Дарить себя не значит продавать. И рядом спать не значит переспать. Не отомстить не значит все простить. Не рядом быть не значит не любить. Не завидуй тому, кто силен и богат. За рассветом всегда наступает закат. С этой жизнью короткою, равной вдоху, Обращайся, как сданный тебе на прокат. Чтоб мудро жизнь прожить, Знать надо б на немало. Два важных правила запомни для начала. Ты лучше голодай, чем что попало есть. Ты лучше будь один, Чем вместе с кем попало. Были ли дети у Амара Хаяма, неизвестно. Известно лишь то, что всю свою жизнь он посвятил науке. 18 мая 2023 года исполняется 975 лет со дня рождения этого удивительного человека. Субтитры создавал DimaTorzok